Всем привет дорогие друзья, меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня с вами поговорим про новиночку от немецкого ножевого бренда Böker, их подразделение Böker Plus и нож называется Alluvial. И заинтересовал он меня тем, что он сделан в Тайване. Вот такой вот автомат и это дизайн Жустина Ланквиста. Жустина Ланквист, вот так вот называется этот молодой человек. Дизайны мне его очень нравятся, тот же самый Кайзер Фейст, а здесь мы это все дело имеем в автомате. Автомат у нас производится в трех разных цветовых решениях. Я выбрал тот, что со светлым клинком, потому что там самая высокая термичка. Многократно спрашивают, почему на ножах с покрытием твердость ниже. Это заявляют на официальных сайтах производителей. Дело в том, что все вот эти вот черные покрытия наносятся термически. Там применяется все равно термичка, все равно там повышенные температуры и происходит, собственно, отпуск на одну единичку. Поэтому оно вот так вот все дела эти и обстоят. Чем интересен нож? Он абсолютно не тактикульный. Он именно городской, с интересным решением по темлячному отверстию, с выходом в одну сторону, с хорошей глубокой клипсой. Мне интересно посмотреть, как он отличается по качеству или не отличается от китайских, которые мы тоже новинки видели. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином BestBlade. Ссылочка на нож, на подборку бекеров будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также хочу напомнить, что всем зрителям моего канала BestBlade предоставляет отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей ВКонтакте, Телеграм и в описании группы или Телеграм канала найти тот самый заветный промокод. Я думаю, что в кануне нового года тема более чем актуальная. Плюс каждому заказу от 1000 рублей получите маленький, но очень приятный ножевой сюрприз. Предлагаю поговорить о характеристиках. Вообще не кажется мне нож каким-то тактикульным. Весит вполне себе вменяемо 88 грамм. Дело в том, что это алюминиевый корпус. Вы видите, да? Из алюминиевого сплава 6061Т6. Две половинки. Значит, здесь у нас такая имитация больстера. Вот это все под какую-то кожу. Вот я не знаю, будет ли вам видно. Очень похожая текстура. Не скользкая. Нодирование не заявлено. Какой там, какой класс. Насколько стойкая, непонятно. Единственное, что из необычного. Во-первых, это крепление клипсы. Да, что она изнутри только с одной стороны прикреплена. Она не переставляется на противоположную сторону. На кармане нож располагается очень комфортно. И обратите внимание на темлячное отверстие. Здесь у нас вход вот с торца и выход только с одной стороны. Так что у вас темляк будет болтаться вот так вот сбоку. Тем не менее, интересное решение. И посмотрите, что по длине клина тоже нигде ничего не украли. Это 113 миллиметров длины. 13 в самом толстом месте. Качество вот этой подгонки, конечно, не протек. Но хотя и у современных протеков тоже уже наблюдаются проблемы. Напомню, что нож сделан в Тайване. Не в Китае, а на Тайване сделан. Это автомат. Вот это осевой. Разбирается нож только с одной стороны. И вот кнопка, собственно. Она утоплена, вы видите, да? В такое некое углубление. Что если даже вы будете там прыгать на нем, ничего он не нажмется, не прожмется. Поэтому здесь предохранитель не нужен. И прожимать ее нужно достаточно глубоко. Аж вот прям до уровня вот этой нижней части. Да? Вот где тоже есть вот эта имитация кожи. Вот такой вот нож. Также интересное решение, что здесь, как у протека, сделаны подиумы. Причем у них вот эта нижняя часть, она тоже выбрана. Потом на разборке посмотрите. Для того, чтобы в случае истирания клинок у вас не начал цеплять основную плашку. Это классное решение. И с одной из сторон у нас лежит маленькая второпластовая шайба. Несмотря на то, что подиум тоже есть. И пружина в оси здесь у нас стоит круглого сечения. Это сильно лучше. При этом вот такой вот, ну, булвеобразный. Давайте назовем это немножко так. 81 миллиметр длины клинка. 78 из них полезных. Вот такая аж вот часть не проточена. Это из-за особенностей гринда, взрезки такой. 2,9 в обухе. Это у нас сталь D2, заявленная твердость 59,61 единица. На тех, что с черными клинками 58,60. Сведение замерял вот здесь и на кончике. Здесь 0,5, на кончике 0,6. 23 миллиметра ширины. 21 из них это прямой спуск. Что вот, если мерить вот здесь, то тут 21, 21, все прямой спуск. В руке среднего размера сидит хорошо, поскольку максимально прямой. Им и построгать удобно, и все остальное. После сборки-разборки каких-то проблем с настройкой относительно того, чтобы была хорошая механика и не было люфтов, тоже не обнаружено. Ну и для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Характеристики, вы знаете, тоже неплохие. Думаю, что самый главный вопрос, как он внутри сделан, насколько он хорошо будет работать. Потому что вот был предыдущий автомат, который такой весь на пластике. Там был момент с качеством подгонки, поэтому там был неустранимый люфт. Посмотрим, что внутри здесь. Так, ну что ж, давайте разбирать. Разбирается все у нас с одной стороны, двумя битами. Что-то я тут все повалял. Восьмерка в оси. Опа, что вообще без фиксатора? Нет, с фиксатором. Синим, ну прям как-то так легко открутилось. Значит, смотрим. Есть у нас направляющие, да, для того, чтобы между собой накладки не уезжали взад-вперед. Значит, вот здесь видно, что пружинка чуть-чуть подтирает анодирование. Это не страшно. Вот эти все штуковины, это все технологические различные отверстия. И все в таком духе. Смотрите, здесь как интересно сделали. Здесь убрали лишнее для того, чтобы когда подиум, даже если будет, ну там, со временем подтираться, то чтобы у нас не цепляло вот эту накладку сразу же, да. Это здоровская конструкция. Мне она очень нравится. Так, пружина. Значит, пружина у нас круглого сечения. Это тоже здорово. Потому что такую вот, ну как бы, на коленке проще всегда заменить, проще найти замену, либо ее из чего-то сделать самому. Там откуда-то вытащить, согнуть, отрезать, подобрав просто по диаметру и примерно по жесткости. Здесь все хорошо сделано. Аккуратно вот здесь сняты фасочки. Нигде ничего не колючее. С этой стороны у нас тоже есть подиум. Но с этой стороны у нас есть еще и микрошайбочка из фторпласта. Нужно обязательно не забыть ее положить обратно. Клиночек вот такой хорошенький. Вот эта часть с непроточкой, она, к сожалению, такова ввиду особенностей самой взрезки. Тут вот даже не знаю, как это обыграть можно было без дульки, если здесь у нас осевой. Осевой у нас с D-образной лыской. Здесь у нас ответная часть тоже с D-образной лыской. Стандартная пружинка. И отлично. Есть юбка, что наружу кнопка у вас не вываливается. Это сдох, какая хорошая юбка. Что прям супер. Короче, парни, конструкция просто отличная. Просто отличная, без каких-то сюрпризов. Собирать это будет тоже крайне легко. За счет такой большой площади кнопку не будет перекашивать. И я смогу просто с обратной стороны все придавить и спокойно завинтить. Супер конструкция. Ну что, господа и дамы, могу сказать. Ножик порадовал. И безусловно, по своему качеству он отличается от предыдущего, сделанного в Китае. Это безусловно еще не протек, это не хок. И тут, кстати, тоже непонятно. То ли хок с протеком еще так низко не опустились, то ли эти ножи еще не поднялись по качеству. Что я вам могу сказать из особенностей этой конструкции? Я, к сожалению, не знаю, насколько ноское вот это покрытие, вот это анодирование. Оно само по себе скользкое, но за счет вот этой вот имитации кожи, могу сказать, что нож в руке сидит хорошо. Даже если у вас рука будет влажная, там, спотела или мокрая, все хорошо. Делать им что-то будет вполне тоже комфортно, даже там построгать, хотя не знаю, зачем это делать. Но, тем не менее, единственная, наверное, косметическая особенность данного ножа, она присуща очень многим, многим брендам, даже тем же самым протекам. Потому что, когда, смотрите, у вас нож разложен, чуть-чуть не попадает насечка клинка в насечку на рукояти. Ну, прям по мне, так это вообще ерунда, но сказать стоило как бы вот все как есть. Про незаточенный кусочек я вам тоже сказал, и как итог могу вам сказать, что нож мне нравится. И каких-то грандиозных недостатков я здесь не нашел. Нравится, как он внутри реализован, что все на подиумах, все классно сделано. Сборка абсолютно легкая, очень хорошая большая юбка у кнопки. Кнопка там без всяких там выгрызов, срезанных углов, да, как на некоторых там бенчах есть, что у вас нет ее возможности по мере износа проворачивать. Здесь все это есть, все работает. Вот, и габариты. Габариты мне тоже очень нравятся, как и, собственно, сам дизайн. Поэтому, если вы располагаете необходимой суммой, готовы отдать ее за этот нож, то я бы рекомендовал присмотреться. Потому что, повторюсь, откровенных каких-то косяков, конструктивных еще каких-то, я не нашел. С точки зрения сведения, тоже для серийного ножа вполне себе. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. На этом и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok